Началось с небольшого пятна, и вот в связи с этими частыми потопами она разрастается. Там вообще уже лохматая плесень пошла. С лохматой плесенью Елена Шушина уживается с 2015 года, с момента заселения. Кровля многоквартирного дома на Гущино начала протекать сразу после сдачи объекта, в том же 2015-м. В результате уже 8 лет жильцы последнего этажа живут в сырости и влаге. У меня уже осложнения пошли, ухудшение здоровья, кашель, насморк, бронхит или астма в ближайшее время уже будет. Здоровье коту под хвост и ремонт туда же. В 2021 году у Елены Шушиной произошел настоящий потоп. Специалисты в рамках гарантийных обязательств слили воду с натяжного потолка, однако в марте этого года история повторилась. Но гарантия от застройщика уже закончилась. У вас есть средства постоянно это ремонтируют? Да нет, я на пенсии живу одна. Это сейчас вот опять вызывать, опять затраты будут. Но мне необходимо просто делать. Здесь он уже, смотрю, потекло, он уже ржавчина. В прошлый раз у меня вообще замкнуло все. Ну вообще все, без света осталось. В управляющей компании «Обслуживающий дом» нам пояснили, что сейчас идут судебные разбирательства застройщикам регионстроем. По словам главного инженера УК «Индустрия», кровлю установили с нарушениями. Неправильно уложена гидроизоляция. Отсюда и ливни в квартире. Жильцам что делать? Потому что периодически подтапливает, а так или иначе это такой ущерб серьезный. Ну мы в свою очередь скидывали снег. От крыши скидывали снег. Вот прям над квартирой заявителя снега нет. Устранить дефекты, возместить ущерб жителям. Такие требования УК предъявляет к застройщику. Однако, пока идут суды, ответственность лежит на плечах обслуживающей компании. Дом относительно недавней постройки. Капитальный ремонт кровли предстоит только в 2035 году. Ну и я полагаю, что у нового дома это, наверное, не самый лучший способ устранения этого недостатка. Это скорее относится к текущему ремонту, который так или иначе должна делать управляющая организация. Жители должны составить акт с повреждениями. Если УК не отреагирует на него, то нужно обращаться в оценочную компанию. Специалисты составят смету на ремонт. Ее, а также претензию нужно направить в обслуживающую компанию. Если компенсация не последует, то нужно идти в суд. Коммунальные эксперты говорят, что правда в таких ситуациях, как показывает практика, на стороне жильцов. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.